Всем привет! Нажала на кнопку, поняла, что не помню вообще, о чем хочу рассказать. Поэтому расскажу обо всем, как есть. Сегодня я решила снять вам из дома, хотя друдомище происходит, у детей тренировки, птицы кричат, вечное друдомище. И знаете, вчера был такой день, когда я поняла, что что-то идет не по плану, потому что почувствовала, что очень много задач, очень много сейчас целей, очень много сейчас энергии, и куда-то утекает немножко не туда. И поняла, что за счет того, что, конечно же, мы сейчас находимся в этих четырех стенах, я вас призываю выходить и гулять, призываю вас самоизолироваться в машины, куда-нибудь еще, но обязательно проветривать свой мозг, иначе будет совсем плохо. Я призываю девушек краситься, призываю мыть каждый день волосы, или так часто, как вы это делаете, я каждый день делать укладку. В общем, призываю быть в форме, и призываю, конечно же, тренироваться, заниматься. Но самое главное, с чем мы сейчас столкнулись, это с тем, что на нас свалилось такое количество еще домашнего, вот этого всякого быта, что ты ничего не успеваешь. Действительно, мне стало сейчас тренироваться сильно сложнее, потому что на это все время нет времени, поэтому я вернулась к проверенной истории, взяла блокнот, вот, кстати, блокнот Лера Бородина мне подарила, и стала прописывать обязательные задачи на день, потому что у меня сейчас и правда всего очень сильно много, и в тот момент, когда ты начинаешь вот просто в этом барахтаться, ты очень сильно устаешь, и у тебя начинает сносить башню. И сейчас одной из популярных тем уже везде пишут триггеры, как сохранить семью, как проверить отношения на прочность. Я вам хочу сказать, что неизвестно, что сложнее проверить отношения на прочность, когда вы вдвоем или когда у вас еще есть дети, потому что дети – это всегда кто-то, кто перетягивает одеяло на себя, ну, в контексте того, что за ними надо очень много всего делать. И если ты женщина, как я, работающая женщина, и еще при этом женщина, которая претендует на роль матери года, которой надо все успеть, твои дети должны учиться, у них должны быть эфиры, у них должно быть чисто, они должны быть накормлены, выкупаны и так далее, и так далее, конечно же ситуация сильно усложняется. И я вчера в какой-то момент начала анализировать, что меня парит. И это первое, что вы должны сделать, если вы чувствуете, что вам стало грустно, тяжело, первое, уйдите, уйдите куда-нибудь, если не можете уйти в доме, нет у вас места, мало, уйдите из дома, сядьте и возьмите ручку-бумажку и начните выписывать все, что вас парит. Что? Я вчера начала думать, что же меня парит, и я поняла, что меня парит то, что на мне как-то много быта, что бизнес у нас партнерский с мужем, и благо вот в данном случае для нас нет ничего нового, потому что мы всегда вместе, вот в этом у нас нет испытания. Но работы сейчас очень много, и с моей стороны сейчас очень много работы энергетической, потому что я записываю много видео, и если вы не догадываетесь, то это энергозатратная штука. Я провожу прямые эфиры, я пишу очень много контента, я веду, я качаю людей, я сама вообще такой сосуд, которому необходима вот эта энергия должна циркулировать. И так получается, что когда я занимаюсь тем, что мне не нравится, я вот так опустошаюсь и все, и знаете, а дырка ничем не наполнилась внутри. И я просто позвонила, ушла из дома, я позвонила своему мужу поговорить с ним. Позвонила ему, сказала, дорогой, ты знаешь, я, по-моему, обнаружила в чем проблема, что меня так сильно парит. Мне нужна твоя помощь по дому, более активная, потому что ты не видишь, что происходит с детьми, как они, мама, покорми, мама, отведи, обуй, одень. И как бы мы поговорили, и он сказал, да, вообще без проблем. И вот это да, вообще без проблем в один момент решила все вопросы. Ну, то есть типа без проблем, без проблем. И, конечно, это очень классно и очень важно. Если у вас сейчас есть какие-то траблы, нужно понять, что вас парит, и поговорить об этом со своим партнером 100%, вне зависимости от того, кем бы ваш партнер не был. Надо об этом поговорить. Вы должны помнить, что вот эта самая изоляция, в которой мы находимся, это, конечно, вызов. Вызов умению и пониманию того, насколько, а, мне самим собой интересно, б, насколько я могу чего-то делать в таких условиях. Ну, вроде бы, вам никто не мешает. Вы же вечно говорите, что вам все мешают. Никто не мешает, никто не отвлекает. Можете ли вы сконцентрироваться на своей цели? Можете ли вы достать свои навыки, умения и таланты, и что-то с ними сделать? Насколько вы можете в состоянии так работать? Я, например, не просто могу, умею и прекрасно это делаю. И единственное, повторяюсь, что мне мешает, это вот это непонимание того, а как же мои дети. Сегодня со своими детьми занималась английским, сама, несмотря на то, что они записались на английский, я сама с ними стала заниматься английским, нашла все наши английские книги. Но в то же время я утром, с самого утра, я достала свой блокнот и написала точно, что должно быть в моем дне. Вернуть спорт, который, естественно, практически испарился, потому что на время хватает на все, кроме себя. И ряд других действий. С рабочими вопросами я справляюсь прекрасно, потому что это такой мой чит-код. Я знаю точно, что я должна это сделать. Конечно же, как обычно, все, что для себя, на себя не хватает. Поэтому мы делаем первую с вами заметку, мы открываем блокноты, трелло, куда вам удобнее. Я все-таки люблю блокноты, особенно дома, и пишу ручкой, что мне необходимо сделать. Это важно. Второй момент, на котором очень важно сконцентрироваться, это находить для себя те самые 15 минут, когда вас никто не трогает. Когда вы включаете музыку, это лучше всего, и вы отключаетесь вообще. Вы не читаете, не смотрите, не слушаете ничего. Вы просто отключаетесь и дарите это время себе. Даете возможность своему подсознанию отключиться от дурдома. В противном случае, повторюсь, это не очень хорошо закончится. Это необходимо делать. Далее, я, например, включила в свой день обязательное чтение. Обязательное чтение. То есть это когда, как знаете, вот вам же обязательно надо приготовить покушать, вот вам нужно обязательно читать. У меня есть онлайн-книжки, электронные книжки, у меня есть физические книжки. Я сейчас живу полностью своим продуктом «Рерайтер жизни». Уже запускается понедельник, у нас первый поток. Кстати, это видео выйдет в воскресенье, вот завтра. И я вас настоятельно приглашаю. Нас порядка 150 человек. У нас есть главное правило не говорить о том, что происходит, не обсуждать ничего плохого, а просто заходить и закрывать за собой двери, переступая порог, и заходить в ту жизнь, в которой мы хотим быть. Миллиарды мыслей, идей и всего уже того, что я в этот «Рерайтер» окунаю. Мало того, я сама начинаю писать свою новую книгу о своей новой жизни, которую я никогда не издам в контексте книги, а издам уже лишь тогда, когда эта жизнь состоится и будет реальной. И это максимально меня греет, это максимально меня напитывает и максимально заставляет мой мозг понимать, что я стою на пороге чего-то невероятно волшебного и невероятно чудесного, невероятно близкого по отношению к себе. Наверное, никогда еще так сильно не хотелось побыть с собой. И я понимаю, что сейчас, конечно, время действительно волшебства. Вот буквально только что я записывала видео для участников «Рерайтера жизни» подготовительно и рассказывала им о классных штуках, как подготовиться, которых делала я для себя. И понимаю, что сегодня, в этот момент, каждому из нас очень важно найти, чем полезным мы можем заняться, где и что мы можем делать такое, что будет нас окрылять и вдохновлять, что станет нашим вдохновением и наполнителем, вместо того дерьмеца, которое плавает вокруг. Вчера ужесточили карантин в Украине, по крайней мере, я, честно говоря, не слежу уже, где его куда залезли, просто об этом кричат. И я понимаю, что нельзя об этом думать, нельзя в этом жить и нельзя в этом включаться. И единственное лучшее, что я могу делать, я благодарю Вселенную за то, что есть интернет, это взять на себя ответственность и смелость, повести людей за собой, на знакомство с самим собой. Вот я думаю, что это сейчас самое классное. Если вы не читали Джона Кеха, обязательно читайте. Если вы не читали Вадима Дзиланда, обязательно читайте. Я выкладывала недавно в Инстаграме пост с книгами, которые сейчас нужно читать. Приближайтесь к себе, знакомьтесь с собой, наполняйтесь с собой, это крайне важно. Не убивайте и не пилите людей, которые рядом. Помните о том, что мы не можем изменить тех, кто находится рядом с нами. Мы можем изменить лишь свое окружение. Мы можем изменить свое отношение. Мы можем изменить себя. Мы можем попытаться ознакомиться с собой, познавать себя, ибо мы многогранные, и все равно у нас не получится это сделать досконально. Ну, хотя бы как-то. Но мы ничего не можем сделать с другими людьми. И вы должны об этом помнить. И если сегодня вас раздражают ваши близкие, если сегодня вас злят те люди, которые вас окружают, которые говорят с телевизоров, Вы должны понимать, что единственное, что вы можете сделать, это оградиться, не слушать, изменить к этому отношение. Сегодня утром позвонила моя мама и начала рассказывать, что кто-то где-то, наверное, уже чем-то заболел. Я сказала маме, что я её люблю, но я не хочу этого слушать. Я не хочу этим жить. Установите свои барьеры, установите свои границы личные и не позволяйте ни одному человеку, даже самому близкому, влиять на вас в контексте того, что что-то происходит плохое. Всё, что происходит сейчас, всё, что происходит когда-либо, происходит исключительно с пользой для меня. Убеждение и установка, с которой я много лет живу, и так происходит. Наберитесь смелости посмотреть себе в глаза. Наберитесь смелости раздеться перед собой до гола. Наберитесь смелости признаться себе во всём том, в чём раньше у вас не хватало сил. Сейчас сама Вселенная услышит вас. Просто поверьте, сейчас она как никогда близка к нам. Сейчас как никогда у нас появилась потребность поговорить с ней. Поэтому пусть это воскресенье подарит вам что-то приятное. Найдите для себя 15 минут и находите их каждый день. Находите время на хорошие книги, находите время на хорошее окружение. В идеале находите время и приходите к нам в рерайтер, потому что наши 30 дней, начиная с 6-го числа, будут совсем другими. И я уверена, что эти 30 дней изменят очень сильно и меня, и каждого, кто сейчас окажется в этом круге людей. Обнимите своих близких, друзья, потому что жизнь прекрасна, всё будет хорошо. Мы с понедельника вернёмся с вами к бизнесу, будем думать, что с этим делать. Но помните, что любое лекарство, как и любой яд, находится исключительно здесь. И то, какой выбор вы делаете каждый день, определяет то, какую жизнь вы получаете. Жду ваших лайков, комментариев и любви, бесконечной и безграничной. Всё. Обнимаюсь всех и люблю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok